Здравствуйте! Новости Дагестана на ННТ. Мои коллеги и я, Махач Курбанов, расскажем вам о последних событиях. Коротко о главном. Отголоски 90-х. В Дагестане задержаны участники группировки «Шараповские», на счету которых убийство, похищение, вымогательство. Зависимость – не приговор. В реабилитационном центре «Свобода» возвращают людей, ставших заложниками наркомании. Осторожно, пешеход! ГИБДД Республики делает все возможное для снижения смертности на дорогах. Подробности рейда сегодня в выпуске. Четыре человека погибли и два пострадали в ДТП в Буйнакском районе. На четвертом километре автодороги Буйнакск-Талгин 25-летний водитель автомашины ВАЗ-2106, совершая обгон, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение. В результате оба водителя и двое пассажиров погибли на месте происшествия. Еще двое участников ДТП в критическом состоянии госпитализированы в медицинские учреждения. Преступная группировка задержана в Дагестане. Спецслужбы страны пресекли деятельность ОПГ «Шараповские». По информации силовиков, на счету преступников – убийство предпринимателей и сотрудников правоохранительных органов, похищение людей, вымогательство, грабежи и разбой. Работала банда на территории Москвы и Дагестана. На их счету и организованный в 1998 году в Махачкале теракт, в результате которого погибло несколько десятков человек. Более ста получили тяжелые ранения. В настоящее время основные организаторы и исполнители преступлений задержаны. Осторожно, пешеход! На территории республики прошел единый день безопасности дорожного движения. Сотрудники управления ГИБДД Дагестана выявляли злостных нарушителей правил дорожного движения. Камиль Девятова расскажет подробнее. Вы мешаете создать приказы дорожного движения? Я не хотел проезжей части мешать. То есть, не мешая проезжей части, вы решили злостных нарушителей? Ну, там коляска проходит, люди должны... Вот у нас у вас. Так с каждым участником дорожного движения. Инспектора ГИБДД проводят объяснительную работу. Люди слушают, а вот нарушать продолжают. Полицейские провели ряд комплексных мероприятий по профилактике и недопущению дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. Пренебрегать правилами дорожного движения нельзя. В ходе мероприятий выявляется нарушение правил дорожного движения, которые допускаются пешеходами. Проводится профилактическая работа с пешеходами, инспекторами, юными инспекторами дорожного движения. С начала года в одной только Махачкале произошло 364 дорожно-транспортных происшествия. 179 случаев, когда водители совершили наезд на пешеходов. 24 человека погибли. Камиль Девятов, Патимат Ханапова, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала. Проблемы российского уголовного законодательства стали главной темой научно-практической конференции в Махачкале. В ее работе приняли участие представители различных вузов страны, а также работники правоохранительных органов. На конференции обсуждались изменения российского уголовного законодательства за последние годы. Были намечены перспективы развития науки уголовного права и криминологии. Как преподаватели, так и студенты выступили с интересными предложениями по совершенствованию действующего законодательства. Мероприятие исключительно значимое, потому что в стенах этого вуза обучаются не только толковые люди, но у них есть с кого брать пример, но просто плохих последователей быть не может. Ну и естественно у нас есть ряд предложений об участии студентов вашего вуза в мероприятиях, которые проводятся и нашим вузом. То есть налаживание взаимного сотрудничества, организации взаимодействия. Наркомания – заболевание, ставшее серьезной проблемой для нашего общества. Борьба с ней напоминает настоящую войну двух сторон – здравого смысла и наркобизнеса. Каждый день наркотики уносят жизни людей. Но зависимость – не приговор. Так в реабилитационном центре «Свобода» возвращают людей, ставших заложниками тяжелой болезни. Алина Багилова в продолжении темы. Здесь пациентов готовят как морально, так и физически. Кто-то попадает сюда по доброй воле, а кто-то – напорством и усилиями родных. Уклад в центре почти армейский. День начинается по расписанию. Подъем, завтрак, зарядки, работа психотерапевтом, книги. Ну и желающие могут еще поиграться с друзьями меньшими. Санопарк. Я никогда не думал, что я, допустим, внутривенную употреблю жизнь. Это для меня было дико, потому что я занимался спортом, учился. И у меня в семье никогда таких не было. Но как-то это произошло. Я вытащил руку, зажал глаза и бах, думаю, ошалеть. И у меня такой стереотип был, что один раз делаешь, и все, короче, на свежую ломку. И думаю, ой, ничего же нет такого в жизни. И теперь, ну дай-ка буду делать, когда почувствую, что у меня всегда, всегда у меня моя голова обманывает. Всегда. Ну это я здесь начал понимать, да. Я думал, такой я там крутой, короче. Потом уже знаешь, это дурак просто. На сегодняшний день проблема зависимости приобрела огромный масштаб. Если раньше зависимые шли от 25 лет, то сегодня наркомания молодеет. Ребята уже с 14 лет обращают в центра. Я хочу призвать всех тех, кто еще страдает этой болезнью. В нашем центре созданы все условия. Не стесняйтесь, приходите, выход есть. Здесь надо преодолевать свою лень, менять привычный образ жизни, в общем, становиться абсолютно другим человеком. Это тяжело и для многих мучительно. Но именно смирение и монотонная обстановка помогают ребятам преодолеть себя, избавиться от страстей, излечить душу. Начал курить марихуану. В какой-то момент, когда заканчивал школу, ну, лоску, впал в депрессию и начал принимать антидепрессанты. Я не хотел слушать тебя, делал тебе все назло. Зная то, что тебе будет больно, все равно это делал. Я извиняюсь перед тобой, прости меня ради сегодняшнего Аллаха. Я больше не приду к этому пути. Всех пациентов, по словам психотерапевта, Шамиля объединяет одно – эмоциональная нестабильность, неустойчивость к стрессам, моральная слабость. В центре с зависимыми ведется постоянная работа. Трудятся врачи и психотерапевты. Подход ко всем разный. Программа реабилитации, в первую очередь, она заключается в том, что мы выводим человека из той среды обитания, где формировалась его болезнь. Индивидуально, естественно, подбирается. Не могу сказать, что конкретно каждому человеку подбирается изначально какая-то определенная терапия. Но она по мере того, насколько он меняется, она, будем говорить, импровизационно, что ли, к нему применяется. Мы смотрим по обстоятельствам, где там может быть транзактный анализ, может быть гештальтерапия, может быть просто терапия, общение внутри группы использоваться. Ребятам, в первую очередь, я желаю, чтобы они не верили своим мыслям, которые к ним приходят в голову, то, что вы сможете сами, у вас получится. Сам тоже я оставлял, оставлял, но это ненадолго все равно. Все равно мысли подталкивают на это, да, наша болезнь, и, сказать так, по религии, шайдан толкает на это. И, ну, в любом случае, не то чтобы без реабилитации, как минимум без этой программы, кто не знает эту программу, мое мнение, что он сможет сам. Сила воли нам, она редко помогает. Это очень редкий случай, когда просто на силу воли человек держался там. Центр готов помогать и делиться своей программой лечением. За время работы более 500 человек прошли реабилитацию, 250 человек смогли избавиться от зависимости навсегда. Алина Багилова, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ Махачкала. Мирный Кавказ. Под таким названием проходит Северокавказский форум, который начал свою работу накануне в республике. Более 150 участников встретились на одной площадке, чтобы поговорить о профилактике экстремизма. Отметим, что Мирный Кавказ проходит уже в третий раз. Участие в нем принимают аспиранты, студенты, научное сообщество, а также представители антитеррористической комиссии республики. У собравшихся на форуме одна общая задача – не допустить зарождения экстремистских мыслей в сознании молодых людей. Это главная цель – посмотреть, мотивировать новое поколение молодых людей для того, чтобы в будущем из них вырастить экспертов, и чтобы они составили конкуренцию идеологам, эмиссарам экстремизма. Этот форум уже выявил довольно-таки способных людей, будущее, которое я вижу, из них довольно-таки известных политологов и экспертов. Именно вот по теме экстремизма или терроризма. В этом году особое внимание уделят формированию готовности у молодежи противостоять идеологии экстремизма в сети интернет, умению самостоятельно, осознанно вырабатывать жизненную позицию. Продлится форум до 30 ноября. Инициатор и организатор мероприятия – Министерство по делам молодежи Дагестана. К итогу форума задача, чтобы каждая из этих групп, сообществ, они подготовили свои проекты, которые в дальнейшем могут уже непосредственно на местах реализовывать. Хотим, мы каждый год меняем формат и проведение, чтобы мы какими-то, ну, более существенным был форум, и какие-то ощущения, по итогу ощущали реальные какие-то подвижки в этих вопросах. Поэтому мы хотим, чтобы были реально проекты по итогу, и мы совместно с молодежью, с представителями этих сфер, могли их реализовывать. И на этом у нас все. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Смотрите нас в YouTube и в Instagram. До свидания.